Я такой же, как и вы все, только лучше. Алексей Толстой разделся голым и, выйдя на фонтанку, стал ржать по лошадинам. Все говорили, вот ржет крупный современный писатель, и никто Алексея Толстого не тронул. Крупный был, да. Это чуть попутнее. Крупный, 56 лет тому назад, родился Иван Андреевич Рецкин. Теперь это такая знаменитая, что мне нет нужды говорить, кто он такой. Ведь подумать только, 56 лет, чего только успел сделать этот человек. Да, гений, не шила в мешке. Извините, да, гений не шила, в мешке не утаишь. Осознав день своего рождения, Иван Андреевич Рецкин купил банку шпрот и спрятал ее в ящик письменного стола. Я слишком знаменит, чтобы рассчитывать, что никто не придет меня поздравить, сказал сам себе Рецкин. А если кто-нибудь придет, то я угощу его шпротами. Иван Андреевич сел на кушетку и стал ждать. В 8 часов вечера раздался звонок, и Рецкин кинулся отпереть наружную дверь. Но, добежав по коридору до ванной комнаты, Рецкин понял, что он взял неправильное направление, повернул к прихожей. Однако, прибежав в прихожую, Рецкин не мог сообразить, зачем он тут очутился и медленно волча ноги поплелся обратно в свою комнату. Осознав день своего рождения. Да, мне очень понравится эта фраза. Ну что, Алексей.